Главный мировой скандал дня. Власти Таиланда внезапно, стремительно и тайно выдали Соединённым Штатам российского бизнесмена Виктора Бута. В Америке его обвиняют в незаконной торговле оружия. Хронику событий восстановил Григорий Емельянов. В бронежилете и каске под конвоем автоматчиков Виктора Бута отвезли на военный аэродром Бангкока, где его ждал американский самолёт. Всё делали по-военному быстро и по-шпионски скрытно. Никто ничего не сообщил ни российским дипломатам, ни адвокату, ни жене Бута. Сегодня она, как обычно, приехала в тюрьму, чтобы передать мужу продукты, но его уже не застала. То, что произошло сегодня, явилось полной неожиданностью. Как для меня, так для адвоката, так для представителей российского посольства. Сегодня состоялось закрытое совещание Кабинета министров, на котором было принято волевое политическое решение об экстрадиции моего мужа в США. Против всех каких-либо прав, юридических норм и законов этой страны Виктор был экстрадирован буквально в течение четырёх часов. В российском МИДе решение тайского руководства назвали противоправным и явно принятым под американским давлением. На Смоленской площади выражают сомнения в независимости судебной власти Таиланда. А глава министерства Сергей Лавров, совершающий сейчас дипломатическое турне по африканским странам, считает экстрадицию россиянина выпиющей несправедливостью. Вопреки двум решениям уголовного суда Таиланда, которые признали вину Виктора Бута недоказанной, его тем не менее по решению правительства Таиланда экстрадировали в Соединенные Штаты. Считаю это беспрецедентным политическим давлением на процесс судопроизводства и на правительство Таиланда. И вся эта история является собой образец выпиющей несправедливости. Мы, как государство, будем продолжать оказывать все необходимое содействие Виктору Буту, как российскому гражданину. Политика оказалась для Бангкока важнее юриспруденции. Жалобы тайских адвокатов, поданные в суды высшие инстанции, даже не довели до окончательного рассмотрения. Эти жалобы рассматриваются судами. Верховным судом Таиланда эта жалоба еще не рассмотрена. Мы полагали, я думаю, что это обоснованное предположение, что дело будет рассмотрено судом. И только после этого будет принято одно или иное решение. Произошло обратное. Что получается? Получается, что нашего гражданина за какие-то действия в третьих странах будет судить американская Фемида. Виктора Бута арестовали в Бангкоке в марте 2008 года по запросу из Соединенных Штатов. Там бизнесмена обвиняют в продаже оружия колумбийским повстанцам. Ему грозит пожизненное заключение. Сам Бут вину не признает. Суд первой инстанции дважды отказывал Вашингтону в экстрадиции россиянина. Американцы обратились в апелляционный суд. Сначала подали одно заявление, потом, не дожидаясь его рассмотрения, второе. И таким образом сами подстроили себе процессуальную ловушку. По первому запросу апелляционный суд постановил выдать Бута в течение трех месяцев или отпустить на свободу. А вот второе дело требовало длительного рассмотрения. И процесс экстрадиции тормознули. Впрочем, как выяснилось, юридическими нормами легко пренебречь, если время поджимает. И вот дело номер два потихоньку замяли. До сих пор у российских дипломатов нет информации, было ли вообще вынесено хоть какое-либо судебное решение. Кто-то в тайском правительстве очень спешил отдать Бута Соединенным Штатам. Ведь до часа икс, когда россиянина обязаны были отпустить, оставалось всего четыре дня.